Итак, биометрическая система. Она сейчас на слуху у всех, поэтому я предлагаю немножечко остановиться на статистике о единой биометрической системе, где мы находимся сейчас. 10 тысяч – это много или мало? На самом деле на начало этого года цифра казалась фантастической, а сейчас, несмотря на то, что у нас на дворе сентябрь, у нас уже 10 тысяч подключенных отделений банков, и это очень много. Почти 160 банков собирают биометрию, часть из них оказывает услуги, и пускай на данный момент количество сервисов не очень велико, но регулятор на данный момент ведет работу над расширением, с одной стороны, списка сервисов и услуг, которые можно получить с использованием удаленной биометрической аутентификации, и в то же время расширяет спектр применения биометрии вообще, то есть новые области, где мы увидим применение данных технологий. Итак, предлагаю рассмотреть экосистему продуктов информационной безопасности в единой биометрической системе. Когда система стартовала, мы выпустили ARM биометрия, которая осуществляет непосредственно сбор в кредитной организации биометрических образцов. В нем встроена библиотека контроля качества, которая гарантирует высокое качество собираемых биометрических образцов. В то же время там реализовано взаимодействие с инфраструктурой электронного правительства. Всегда актуальная БКШ и реализует требования 4МР в части усиленной квалифицированной электронной подписи операторов. Далее, когда стали понятны более детально требования по информационной безопасности, было сделано типовое решение по ИБ от Ростелекома, которое размещается в инфраструктуре банка, требует получения подписи КВ-2 для обеспечения целостности собираемых образцов, формирует пакет и отправляет его в единую биометрическую систему для регистрации. Помимо этого, в данном решении реализовано взаимодействие с единой системой идентификации и аутентификации для получения расширенного результата и персональных данных для оказания банковской услуги. Так как типовое решение обладает некими недостатками, а именно размещение в инфраструктуре, оно требует места, требует обслуживания и требует получения подписи КВ-2, что не для всех организаций удобно, потому что на данный момент подпись КВ-2 выдает только один удостоверяющий центр. Нами было разработано облачное решение для малых банков. Оно размещается на площадке Ростелекома и требует от организации только получения подписи КС-3. Да, оно требует защищенный канал связи до провайдера облака, но в то же время не требует размещения большого парка оборудования на территории организации. Перед тем, как более детально рассмотреть типовое решение и облачное решение, я предлагаю немножечко заглянуть в нормативку для того, чтобы узнать, как эта область регулируется. 14 февраля 2019 года у кого-то был День Святого Валентина, а мы увидели документ, который называется «Методические рекомендации по нейтрализации угроз 4859ПУ». Итак, документ получился хороший. Он разделяет весь контур обработки биометрической информации в организации на понятные технологические участки. Это участок сбора, где непосредственно осуществляется сбор биометрии, передача, обработка в СОДе организации и передача ее в ЕБС через СМЭ. Итак, первых два технологических участка я предлагаю пока не рассматривать, потому что у нас достаточно узкий регламент. А реализация требований информационной безопасности к ядру предполагается тремя путями, то есть дается некий выбор. Это реализация собственного решения, использование типового решения или использование облачного решения. Понятно, при реализации собственного решения необходима разработка технического проекта, его согласование с регуляторами, выполнение тематических исследований на данный продукт, в финале получения заключения. Это все достаточно долго, трудоемко, и не все это могут сделать. Поэтому мы сделали типовое решение, на которое написали системный проект. Он был согласован восьмым центром. На данный момент уже проведены тематические исследования, и ожидаем получения заключения, если не на этой неделе, то на следующей. То есть мы на финальных стадиях. И в развитии типового решения было спроектировано облачное решение, которое не подразумевает размещение большого парка оборудования на территории заказчика. Итак, я предлагаю более детально рассмотреть типовое и облачное решения, что они из себя представляют. Типовое решение — это программно-аппаратный комплекс, который включает в себя средства криптографической защиты информации соответствующего класса. То есть это HSM — сервер подписания, который реализует API-доступ к HSM. Это средства окружения вокруг HSM, которые ему необходимо иметь вокруг себя в соответствии с формуляром. Согласованный набор документации. По итогам тематических исследований типовой продукт отвечает всем требованиям и нормам информационной безопасности в данной области. У нас подтверждено отсутствие влияния на HSM негативного, отсутствие недекларированных возможностей и соответствие требованиям системного проекта, который был согласован ранее, и методических документаций. В типовом продукте по информационной безопасности у нас реализован как бизнес-процесс сбора биометрических образцов, так и бизнес-процесс удаленной аутентификации при использовании ресурсов единой биометрической системы. Кроме того, нужно обратить внимание, что на данный момент уже подготовлены изменения в нормативную базу, устанавливающие возможность удаленной аутентификации для получения государственных и иных каких-то услуг. То есть мы ожидаем расширения спектра применения биометрии, если не со дня на один, то очень-очень скоро. Итак, если типовое решение по какой-то причине не устраивает кредитную организацию, предлагаю рассмотреть задачи, которые необходимо выполнить кредитной организацией для использования облака. По сути дела, для организации необходимо только защитить внутренние каналы связи и защитить точки сбора. Все остальное облачное решение берет на себя. То есть мы получаем ключ подписи КВ-2, мы ставим у себя ХСМ, его настраиваем, инициализируем, проводим тематические исследования, получаем в конечном итоге заключение ФСБ и размещаем данное решение на аттестованной площадке Ростелекома. Давайте более подробно посмотрим на архитектуру в облаке. То есть на площадке Ростелекома предлагается размещение согласованного и сделанного ранее типового продукта, но с дополнительными модулями. А именно, это библиотека контроля качества для того, чтобы обеспечить качество собираемых образцов. Это API-взаимодействие, и мы подразумеваем о том, что с данным облачным продуктом сможет работать не только арм сбора биометрии, который сделала наша компания, но и арм сбора, который реализуется другими участниками рынка. Помимо этого, мы разрабатываем интерфейсный модуль плюс сервер подписания, который необходимо интегрировать в инфраструктуру банка. Дело в том, что так как необходимо минимизировать работу не только кредитной организации, но и любой организации, которая будет использовать ресурсы EBS, мы делаем интерфейсный модуль, на который сделаем тематические исследования и получим заключение ФСБ. Собственно, с этим интерфейсным модулем и будет интегрироваться инфраструктура. На данный момент системный проект на облачное решение на финале согласования в восьмом центре ФСБ и мы ждем его вот прям со дня на день. Необходимо обратить внимание, что облако, которое мы реализуем, будет обеспечивать и процесс подписания собранных образцов, и в то же время процесс удаленной аутентификации пользователей. Потребуется получить усиленно квалифицированные электронные подписи операторов, это обязательно, и усиленно квалифицированную электронную подпись для организации, но по классу не выше КС-3. Соответственно, отпадает необходимость в использовании подписи КВ-2, отпадает необходимость в интеграции ХСМа. Это все сильно упрощает жизнь и сильно удешевляет внедрение решения. Помимо этого, мы реализуем удаленный механизм управления операторами для того, чтобы можно было интегрироваться с внутренними системами организации управления правами. Итак, кратенько, бизнес-процесс, который подразумевает при использовании облачного решения и политика лицензирования. Когда человек приходит, чтобы сдать биометрический образец, оператор проверяет его качество, отправляет на сервер подписание и подписывает его подписью оператора. Собственно говоря, дальше данный образец передается условному супероператору, то есть это лицо, которое уполномочено подписывать подписью кредитной организации. После подписания двумя подписями образец уходит к нам на регистрацию. Для того, чтобы мы его передали в ЕБС, подписали подписью КВ-2-облако и отправили в ЕБС на регистрацию. Таким образом, в инфраструктуре банка, как я говорил, остается единая точка интеграции для того, чтобы упростить и удешевить внедрение. Мы предоставляем бесплатный сервер подписания в составе интерфейсного модуля для организации и, соответственно, доступы по API для интеграции с собственными рабочими местами сбора биометрии. Ну, помимо этого, конечно, с армобиометрией мы работаем по умолчанию. По поводу тарификации могу сказать, что модель достаточно гибкая. Это и по транзакционный учет, это и какие-то пакеты. И это достаточно удобно и гибко для организации, и получается значительно дешевле использование других каких-то решений. Итак, системный проект находится на финальном этапе согласования. Выполнены все требования регуляторов, которые изложены в нормативной документации, в методических рекомендациях. Оно, облачное решение размещено на нашей площадке. И будет аттестовано по всем необходимым требованиям информационной безопасности. Необходимо обратить пристальное внимание о том, что и компоненты типового продукта, и компоненты облачного продукта могут быть переиспользованы в других областях и на внутренние нужды банка. Поставка включает в себя настройку, интеграцию, запуск и дальнейшую поддержку. Собственно, может быть интегрирована со сторонними армами, и Ростелеком, как оператор единой биометрической системы, полностью гарантирует качество работы данной системы. Выход решения мы ожидаем на рынок в конце этого года. Соответственно, тогда же у нас будет обновление по нашего портала BioRT.ru, где вы сможете выбрать тарифный план, подать заявку и заключить контракт на внедрение этого решения. По нашим оценкам, внедрение в организацию будет занимать несколько месяцев до двух примерно. Учитывая то, что все ключевые компоненты уже готовы, по сути дела, надо только установить, настроить и синтегрироваться. Спасибо большое за то, что меня услышали. Я готов ответить на ваши вопросы. Коллеги, мы решили построить дискуссию в формате «спикер рассказывает о проекте», а потом мы оставляем 5-7 минут на несколько вопросов из зала. Пожалуйста. Вы говорите, что за счет того, что сервис перенесен в облако, в точке сбора информации достаточно КС-3 вместо КБ-2. Я чувствую здесь какой-то обман, потому что безопасность системы определяется по безопасности самого слабого элемента. То есть, если мы говорим о системе в целом, то там биометрия защищена по классу КС-3 не выше получается. Как вы это противоречие разрешаете? В драмативке, которая есть на защиту биометрии, с помощью подписи КБ-2 обеспечивается только целостность, но не обеспечивается конфиденциальность этой передаваемой информации. Именно на этом мы и опираемся. О том, что целостность образца, который передан в облако, обеспечивается подписью облака и организационно-техническими компенсирующими мерами. Но на этапе передачи образца в облако он защищен только по КС-3. То есть, мы не можем говорить о достоверности образца, который есть у вас, потому что вы не можете проверить достоверность по необходимому классу. Дело в том, что в данном случае получается, что до инфраструктуры облака действует технологический участок передачи. Ф-4МР требование к технологическому участку передачи информации КС-3. У меня есть вопрос. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, о использовании типового решения по информационной безопасности или облачного решения по информационной безопасности. Требует ли от организации, которые будут им пользоваться дополнительных тематических исследований, например, на корректность встраивания и так далее, или организация, которая будет в дальнейшем использовать подобного рода продукты, неважно, для единой биометрической системы, для цифрового профиля или для дистанционной подачи заявлений на выпуск, включая электронные подписи в облако, необходимо будет что-то сделать дополнительное. Все тематические исследования, которые необходимо провести и на корректность встраивания, и на отсутствие недекларированных возможностей, и заключение ФСБ, мы делаем за организацию. То есть использование данных продуктов не потребует никаких дополнительных исследований со стороны организации. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, насколько быстрее организация может внедрить облачное типовое решение по информационной безопасности по сравнению с просто с типовым? По нашим оценкам, срок внедрения примерно в два раза ниже. То есть, если внедрение типового продукта занимает в среднем 2-3 месяца в кредитную организацию, ну или просто в организацию, то внедрение облака будет занимать где-то месяц-полтора. Какие этапы пропускает организация, выбирая облачное решение? Размещение оборудования, его закупка, настройка, запуск, монтаж. Коллеги, а нет ли здесь закладки какой-то определенной? Вот я не верю, я поддерживаю предыдущего товарища. Класс понизили, требований нету, встраивания не надо, компенсационные меры есть какие-то, но непонятно какие. В чем подвох? Так нет подвоха. На самом деле мы будем опираться на системные проекты, которые согласуем с регулятором. И для нас это будет краеугольным камнем, который полностью закрывает все вопросы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok